всем привет друзья давно я не выкладывал видео на своем канале не делился буквально вчера выложил ролик уже наверное забыли да про меня то что я существую выложил ролик по разделке гуся вот на самом деле я думал будет хуже реакция людей потому что многие считают что вырезать мясо это варварство из птицы но посмотрите этот ролик у меня еще есть до этого ролик года два назад я выкладывал по разделке птицы именно ну тем путем как все привыкли разделывать ощипыванием его у меня там и жена по моему участвует и теща в этом видео ну собственно сейчас видео не об этом хочу снять обзор на перчатки которые находятся у меня в руках но и немножко сказать почему я не снимал очень много событий переезд мастерской моей переезд на другую квартиру много жизненных событий там новая работа охота охоты два месяца охотиться хорошо весной надо бы поработать вот поэтому немножко у меня со временем были проблемы и а так как более-менее нормальный ролик если выложить то это как минимум часа три-четыре работы этой монтаж и выверка и заливка и кодировка то есть все очень много отнимает времени понятно что это фильмы ролики все равно не того уровня который сейчас уже есть в россии некоторые снимают ребята вот иногда бывает даже их интересно посмотреть но собственно как я говорю сейчас не об этом давайте все же перейдем к обзору что я хочу сказать на моем канале наверное сейчас сделаю отдельную рубрику или отдельный а хотя может быть даже не буду у меня есть принципе снаряжение для охоты обзоры снаряжения для охоты на водоплавочные ами туда будут добавлять может быть для кого-то секрета может быть нет я являюсь членом команды ситка гир россии представляю одежду этой компании для охоты на водоплавающую птицу охочусь в ней тестирую и и подбираю слои для определенной погоды потом делюсь своим мнением в отчетах бумажной форме и вот с этого момента хочу начать снимать нас и выкладывать видео на своем канале отзывы об этой одежде что у нее чем она хороша как известно что эта одежда не из бюджетной серии и соответственно хочу показать чем она действительно хороша эта одежда так ну параллельно как бы будут ролики сняты совместно с ребятами из самой компании ситка гир вот это будет больше на рекламные ролики на которых я буду делиться своим впечатлением ну а на моем канале будут жизненные скажем ролики с охотой вот дома где-то вот как сейчас будет значит что еще хочу сказать ролик этот снимается в сентябре то есть на данный момент сегодня я сниму сегодня выложу соответственно в октябре будет выставка в москве в гостином дворе оружие охота называется hunting 2017 там будет стенд компании ситка и соответственно этом стенде я буду присутствовать правда еще не знаю сколько дней но ориентировочно 12 это четверг и 13 пятницу я точно там должен быть вот поэтому если у вас будут какие-то вопросы ко мне по охоте на водоплавающей по выбору снаряжения в частности и одежды компании ситка то я вас приглашаю буду рад вас всех видеть приходите пообщаемся значит сейчас я хочу вам представить перчатки здесь я уже оторвал шильдик от них лейбл скажем так перчатки называются грейдинг глав это перчатки выполнены из такого тянущегося материала четырехсторонняя растяжимость внутри имеют небольшой тоники утеплитель начес из микрофлиса вот снаружи они гладкие не шуршащие с внутренней стороны ладошка пальцы имеет прорезиненную такую текстуру но не по всей площади прорезинена она локальном виде логотипа ситка на камеру все равно не передастся потому что бесцветный какой-то силикон или резина напыление вот цвет стандартный оптифейт в это фолл вот имеет логотип ситка но собственно для чего эти перчатки нужны и вообще немного о них соответственно сейчас у нас сентябрь месяц охота происходит и дневная и вечерняя и утренняя на утку с чучелами приходится добираться до места охоты на лодке где-то в лодке рулить рулем или румпелем соответственно руки подстывают ветер уже довольно прохладный несмотря на то что там днем может светить солнышко и подогревать то они как бы не нужны перчатки ну а вечером как правило уже становится прохладной нужно что-то одеть что-то тоненькое что-то легкое при этом оно не должно занимать много места в кармане эти перчатки весит около 70 грамм и в любом кармане там в штанах в куртке или на грудном где-то кармане они не будут напоминать о себе но при этом если вам потребуется согреть руки то они очень сильно выручат я охотясь со своей собакой у меня сильно мокнут руки но постоянно мокрые то есть принимаешь птицу собаки там где-то помочь собаки подсадить ее на стул на этот на столик на ее площадку потом эту птицу повесить на тароку зарядить ружье то есть все постоянно в воде и мокрое то есть эти перчатки очень хорошо помогает при этом они мокнут но сохраняют по-прежнему тепло и не позволяют ветру холодному охлаждать руки дальше когда руки охлаждают они цепенеет немного и движение моторика пальца очень медленно такая заторможенная невозможно быстро там ружье зарядить поманить где-то вот по крайней мере в этом плане вот эти перчатки будет хорошо выручать есть и другие перчатки которых я сниму видео чуть позже это более теплые для совсем холодной погоды когда нужно там выставлять чучела в ледяной воде собирать откалывать лед есть перчатки более средние которые я использую весной как правило и тоже позднюю осенью они с более мощным утеплителем на гортексе не промокают вот знаете как бы такие на подхвате перчатки которые постоянно должны находиться со мной и при этом позволяют мне охотиться с комфортом собственно вот наверное весь обзор на эти перчатки сейчас я их одену покажу вам как они сидят на руке довольно длинный у них манжет не сразу здесь заканчивается кисти немножко позволяет и эту перчатку одеть под другую например курку какую-то или анарог вот удобно в принципе и даже та вода которая будет стекать при дожде или там где-то в воду можно рукой окунуться она будет все равно стекать по поверхности но как я и говорил то что они могут промокнуть но при этом они легко выжимаются быстро сохнут и самое главное не продувается не ходит это холодит руки удобно заряжать ружье ну достигается тем что здесь есть прорезиненная поверхность удобно с кармана взять быстренько патроны закидать в магазин там или разрядить ружье перезарядить ну и также ружье хорошо очень сидит лежит в руках и соответственно благодаря вот этой вот растяжимости перчатки то есть они ну так немножко под пружиненные пальцы получается и не давит на руки и при этом позволяют ну двигаться пальцем нормально двигаться не давить нигде так что вот такие вот перчи я рекомендую вам приобрести их можно в любом магазине ситка или если у вас есть в городе где-то магазин который продает эту одежду то есть смотрите сами вот перчатки стоящие вот ну понятно что дрова в них колоть не будешь то есть это перчатки которые должны лежать где-то в мембранной куртке там или как я говорил вонорог винстоппер постоянно который со мной находится всегда можно достать одеть на лодке будь ты идешь или сидишь в скоротке или стоишь на воде с собакой вот затянулось мое видео уже порядка 10 минут немного вступительного слова я вам сказал ну ладно постараюсь я выкладывать почаще ролики еще будут обзоры на одежду ситка расскажу вам о всем своем комплекте может быть не в квартире будет непосредственно на охоте в ближайшее время выйдет еще один обзор по комплекту ситка по самому теплому так как уже надвигается холода и надо утепляться так что смотрите подписывайтесь всем пока удачи в охоте